На Левобережном кладбище состоялось торжественное открытие памятника известному магнитогорскому художнику Рашиту Софиулину. Его создание было приурочено к годовщине со дня смерти Рашита Асхатовича, чей уход из жизни стал невосполнимой потерей для всего художественного цеха магнитки. Рашид Софиулин был человеком, который мог восхищаться прекрасным, болел за дело, которым занимался и умел дружить. По-настоящему самоотдачей, жертвенностью. Круг его знакомств был очень широким. Он включал в себя людей разных профессий, которые и пришли на открытие памятника, чтобы почтить память замечательного художника и человека. Я сегодня почту с утра смотрел, и мне в соцсетях вылетело напоминание о дне рождения Рашида. И как-то это так остро царапнуло. Ну то есть, знаешь, что вот уже год его с нами нет, и вдруг вылетает напоминалка о том, чтобы поздравить. Вот такое острое очень ощущение. Нам, безусловно, его очень не хватает. Его жизнелюбие, его авторитета, его таланта. Как говорится, помним Рашида, председатель Союза художников, магнитогорское отделение. Замечательный, спокойный, добрый был человек. Спасибо, что пришли сегодня здесь. Здесь так много людей творит. Все-таки сделал большое дело, как брат, как почитатель таланта Рашида. И вот на могиле извоял эту скульптуру. Я видел ее на фотографиях. Скажу вам, это произведение искусства. Автором памятника стал известный магнитогорский скульптор Иван Лагвиненко, которого семья Рашида для этой работы пригласила совсем не случайно. Иван знал его характер полностью. Знал его настроение, знал его черты характера все. Знал его взрывной характер, знал его и доброту. Поэтому Иван, наверное, в отворил в эту скульптуру все то, что надо. Мне очень понравилось. Понравилась скульптурой и всем участникам презентации. Когда с памятника скинули покрывало, гости не смогли удержаться от восторженного вздуха. Все ахнули, потому что увидели Рашида живым. Он, вот движение его, оно живое. Вот какой он был, такой и есть. Руки, лицо, движение тела, кисть в руке. И вообще все-все. Даже как он сидит, как его ноги он ставил. Прямо, ну, потрясающе. Фарид Софиулин сразу признался, что памятник отлить не из бронзы, а из чугуна и покрыт декоративной патиной. Сделать скульптуру из драгоценного металла – это равносильно тому, что своими руками отдать ее на растерзание вандалам. Чего допустить никак нельзя. Ведь теперь родным, друзьям и почитателям таланта художника есть куда прийти, чтобы все вспомнить. Он был отличным другом, с которым всегда можно было посидеть и поговорить за жизнь. Сейчас мы будем сидеть и разговаривать, вспоминая его, как живого. Возложив цветы к памятнику, гости выразили надежду, что городские власти также не забудут о том, что было сделано Рашидом Софиулиным для развития художественного образования города. И в ближайшее время на доме, где он прожил 30 лет, будет открыта еще и мемориальная доска.